Телевизор! Что с тобой, Болодь? Эй! Мне кажется, это подлость. Погоди, Гриша. Кто ты сказал? Я считаю, что мы, работники Мура, не имеем права шельмовать. Да ты что, Шарапов, белины объелся? Ничего я не объелся. О чем же ты говоришь? Я о кошельке, который тебе засунул кирпичу в карман. А, об этом. Это ты верно заметил, имеешь право. Это ведь ты с нами, работниками Мура, вытаскивал из петли женщину, мать троих детей, у которой такой вот кирпич вынул последние деньги, да? Это ведь ты находил у них во время обысков масла икру, когда страна последнюю краюху фронту отдавала, да? Это ведь тебе они стреляли в спину по ночам? Я, между прочим, в это время не на продуктовой базе подъедался. Я четыре года... И стреляли в меня, и ножи совали не меньше, чем в тебя. Если оперативной смекалки меня напрочь нет, то... Что такое честь офицера, я хорошо знаю. На фронте этому быстро учились. Что ж я, по-твоему, честь офицера замарал? Чем? Ну, говори, говори при ребятах. У меня от них секретов нет. Ты не должен был совать кирпичу кошелек в карман. Ах, вот. А, ну что ж, сейчас еще не поздно. Давай вернемся в отделение и скажем, что кирпич никакого кошелька не резал. Ну, что, ошибка вышла? Ну, а потом извинимся все вместе. Вернее, я один извинюсь перед милейшим парнем Костей Сопрыкиным. И отпустим его на все четыре стороны, а? Кирпич он украл, я разве спорю? Но не можем мы до вранья опускаться. Пускай оно формально, пускай ничего не меняет. Меняет! Все меняет! Потому что, если бы не мое вранье, то вор-рецидивист Сопрыкин сидел бы сейчас в малине, а не в тюрьме. Правильно, я засунул ему в карман кошелек. Но для кого я это сделал? Для себя, для свата, для брата. Да погоди ты, Глеб. Это-то ты подожди! Если кирпич вор, он должен сидеть в тюрьме. И людей не беспокоит, каким способом я туда его упрячу. Вор должен сидеть в тюрьме, верно? Вот что людей интересует. Копытина, останови машину! Давай сейчас выйдем и спросим у ста человек, что им больше по сердцу, мое вранье или твоя правда. И тогда ты поймешь, прав я или нет. А как ты думаешь, суд у нас тоже? От этих людей. Ну что на улице? Суд у нас, между прочим, народный. А что ты хочешь этим сказать? А то, что хоть суд и действует от имени всех людей, кошелек, засунутый тобой, не признал бы и кирпича отпустил. И это правильно? Правильно. Правильно. Я так понимаю. Если закон один раз подмять, потом другой раз, потом начинать им дырки в следствие затыкать, как нам с тобой будет удобно, то это не закон будет, а кистень. Да, кистень. Все, спорщики, приехали.